Добрый день, уважаемые любители рок-музыки. Веду вам репортаж из Московского театра Апереты, куда я со своими детьми приехал на Аперету известного венгерского композитора Имре Кальмана, Королева Чардаша. В советском и русском варианте, российском, она называлась Сильва, но исторически называется Королева Чардаша. Чардаш — это венгерский танец. Это повествование о певице Сильве венгерской, певице Кабаре, которая попала в ситуацию мезальянца. К ней сватался князь венгерский. И вот эту историю рассказывают в этой Аперете. Эта Аперета впервые была поставлена в 1915 году. Сейчас не вспомню, то ли в Вене, то ли в Будапеште. Но это была автор венгерской империи. И с тех пор многие арии из этой Апереты вошли в сокровищницу мировой культуры. Вот сегодня мы и услышали. Я прекрасно понимаю, что идет специальная военная операция на Украине. Но культурная жизнь в Москве продолжается. Я посчитал очень важным, чтобы мои дети познакомились с этим великим произведением мировой культуры. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот мы находимся в самом зале, в партере. Театр Апереты. Прекрасный театр. Обратите внимание, многоярусный, небольшой зал. Звук здесь прекрасный. Здесь мы бывали на нескольких Аперетах и мюзиклах. Прекрасно просто. И здесь я даже познакомился с одним рок-музыкантом. Николаем Девлет-Кильдеевым. Ну как не лично познакомился, а познакомился с его музыкой. Мы были на мюзикле «Метро» или «Метро». Не знаю. В оркестровой я, но сидел в оркестре и играл. И вдруг гитарная партия вступает. Ну до того красивая партия. Я потом начал узнавать, кто это играл. И узнал, что там играл на гитаре Николай Девлет-Кильдеев. Это гитарист, соло-гитарист из группы «Моральный кодекс». Вот так вот я познакомился с хорошим музыкантом, ну с его музыкой. Поэтому это такой для меня знаковый зал. А Николай Девлет-Кильдеев по кличке Кильдеев – великолепный гитарист. Надеюсь, что я когда-нибудь познакомлюсь с ним вживую. Истечный, истечный, красотки Капаре. Для вас непонятны плюсы и получения. Красотки, красотки, красотки Капаре. Приняются в зальшем колене. Всего присядет мир, а в зонах тебе бьет. Несравненная, неподражаемая, невероятная и великолепная Сильва Фанэску. Много женщин ясно в свете, но одну дано нам встретить. Только мне, лишь в ней одной, Весь флирт земной. В них солнце мая, в них любви рассвет. Тут легкий флирт, признание там, Как в солнцу луч приятный рам. Слухи, красотки, красотки Капаре. Приняются в зальшем колене. Приняются в зальшем колене, Весь флирт, признание там, Весь флирт, признание там, Весь флирт, признание там. Аплодисменты. Аплодисменты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемый любитель музыки, ну вот теперь это закончилось, представление. Вкратце скажу о своих впечатлениях. Но самое главное впечатление, это прекрасная просто постановка, все отработано четко, это профессиональные голоса, это профессиональная музыка. Прекрасное представление. Ну а рассуждения мои какие есть? Вот обратите внимание, этой оперетте более ста лет. Я просто рассуждаю о чем? Ведь жанр оперетте всегда, особенно в то время, считался легким жанром, но не таким, развратным, по сравнению с оперой, с балетом. Но в то же самое время, пообратите внимание, как она долго живет. То есть если талантливо сделано произведение, она переживает своих и авторов, и многих исполнителей, и живет столетиями. То есть человек вроде бы сочинял легкожанровую какую-то оперетку, шансонетку, а получилось, что увековечил себя и в мире музыки, и в сознании людей, всего человечества. Ну аплодирую артистам, аплодирую этому автору. Ну и я рад, что я посетил эту оперетту, и моих детей привел сюда, чтобы они познакомились с музыкой этого великого композитора. Не побоюсь этого слова. Уважаемый любитель рок-музыки, ну, стою рядом с рекламным объявлением и продолжу немножко свою мысль, навеянную просмотром оперетты Имры Кальмана, королева Чардаша. Человек столько хитов в одной вещи написал. Самое смешное, что они получаются бессмертны, ну, больше ста лет. Мне интересно, сколько из современных хитов сможет прожить так долго. Но будем надеяться, что и наше время создают какие-то хиты. И я хочу сделать один эксперимент. Я когда-то, 40 лет назад, сочнил одну хитовую вещь. И мы ее постоянно играли, она постоянно бессировалась. Но она сделана была в той стилистике 70-х годов. Такого глэм-рока, знаете, а-ля T-Rex. И мне интересно, сейчас я хочу ее сделать более современно. С применением, дополнением электроники и хорошего звука heavy metal. Я хочу посмотреть, существует ли какая-то преемственность в хитовости вещей. Будет ли она хитом сейчас. И называться она будет «И тают в дымке поезда». Запомните это название. Посмотрим. И прогуливаясь по Москве, конечно же, хочу сказать, что прекрасным стал город. Власти Москвы вложили сюда столько сил, своей души, средств. Но есть один недостаточек. У нас все-таки нет столько подземных парковок, как это есть в Европе. Поэтому просто запретить парковаться, конечно же, можно. И они это сделали. Парковаться здесь невозможно. Вот про этот недостаток я хотел сказать. Поэтому, находясь здесь, на улице Большая Дмитровка, возле театра опереты, я запарковался аж на Петровке. И то не на городской парковке, а на валет парковке, на подземной платной парковке. Поэтому сейчас идем забирать машину из подземной парковочки. Но, тем не менее, все равно отмечаю, город стал прекрасным. Согласитесь, ну приятно прогуляться по такому городу, где все чисто, все аккуратно, все красиво, все сияет, вся архитектура отреставрирована. Ну, прекрасно просто. Аплодирую. Ну, а это я стою на улице Кузнецкий мост, которая как раз соединяет от Большой Дмитровки и идет туда, к Петровке. И ее сделали, эту улицу, пешеходной. Поэтому здесь одни ресторанчики, кафе. Ну, в общем, симпатично. Прийти в центр города, погулять, класс. Пойдемте. Ну и, как вы понимаете, везде, даже на Кузнецком мосту, все подчинено рок-музыке. И мы подходим к знаменитому Let's Rock Bar. А чем он знаменит, спросите? А тем, что там еще ни разу не было Волочек СД. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь я туда попаду. И, может быть, даже там дам концерт какой-нибудь акустический. Видите, барабаны стоят, готовы, ждут меня. Ну и я слышу звуки музыки. Это уличные музыканты. Это мне уже напоминает старый Арбат. Сюда тоже добрались. Пойдемте послушаем. Ну и, конечно же, вы понимаете, что грешно. Музыканту не дать денег. Пойду там денег ему. Хоть чуть-чуть. Поощрю человека. Добрый день. Пойдемте. Привет. Ну, не могут без Виктора Цоя, видите. Все песни его поют. Это я возвращаюсь к тому, что, помните, имрекальман больше ста лет. А его песни не только поют, а полный зал. Ну и, видите, Цоя поют. Хотя, вроде, музыка простая, а. А людям пришлось по душе. Видать, вовремя он родился и вовремя спел эти песни. То есть, был в нужном месте и в нужный час. Помните его знаменитую «Перемен». Ну, потрясающая вещь. Согласен. Она была такая, знаете, гимном своего времени. То есть, опять-таки, возвращаемся к тем хитам, которым по сто лет. Уважаемые любители рок-музыки, но музыка слышала со всех сторон. На Петровке музыка. Но обратите внимание, какой прекрасный голос у девчонки. Надо обязательно поощрить. И на одной из моих с тобой любимых кита. На Фендере Телекастере играет. Молодец. Так что Москва стала прекрасным музыкальным городом. Знаете, Питер более музыкальный всегда был. Там, где в центр выйдешь, там везде поют. Но и здесь. Раньше на одном Арбате пели. А теперь, видите, на Кузнецком мосту и на Петровке. То есть, хорошо все сделали. Пойдемте забирать машину. Уважаемые любители рок-музыки, ну и видите, сзади саботаж люксовых брендов. Там сзади целый ряд бутиков часовых. Вашерон Константин, Панерай, Роджер Дюбуа. Все закрыто. Называется «Сделайте нам хуже». Будем развивать свою часовую промышленность. Помните, были у нас прекрасные часы. Победа, ракета. Такие часы были. У меня первые часы мне отец подарил. Были ракеты. Круглые, красивые такие. Обалденные часы. Вот такие часы были. Очень красивые. И точно шли очень. Самое смешное. А потом мы растеряли все. Уступили все. Теперь будем делать свое. А что делать? А куда нам деваться? Только вперед из песни.